Добрый день! В данном видео мы рассмотрим порядок работы в программе Zoom при организации проведения коллективных собраний, конференций, в том числе заседаний ученого совета. Участники подобных конференций могут использовать для своей работы совместно с другими участниками персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, а также смартфоны. В данном видео я буду показывать, как необходимо работать с программой Zoom на персональном компьютере или на ноутбуке. Отдельные элементы интерфейса я покажу, как работают на сотовом телефоне. Итак, в данный момент мы находимся на главном меню программы Zoom. Это значит, мы ввели свой логин и пароль и зашли в стартовое главное меню. Для работы в коллективных органах и конференциях, состав которых известен, в Дарептузе заранее сформированы виртуальные группы, они же каналы, в которые входят сотрудники и участники этих конференций согласно утвержденным спискам. Если вы являетесь, например, участником ученого совета, то значит в виртуальной группе, в виртуальном канале вы уже учтены и включены. В этом можно убедиться, если мы пройдем в раздел «Закладку контакты» и нажмем на «Каналы». В подразделе «Все каналы» отобразятся все наши группы, учебные группы, рабочие группы, в которые вас включил администратор или другие участники. Так как данная учетная запись не включена в виртуальную группу ученый совет, то мы будем работать, и я буду показывать это видео на тестовой группе «Тест учеба». В назначенное по расписанию время проведения конференции вам необходимо включить программу Zoom, перейти на вкладку «Контакты», далее на вкладку «Каналы», выбрать ту группу, ту виртуальную комнату, в которой вы должны работать по расписанию, и нажать «Чат». Таким образом вы попадете в рабочую среду этой виртуальной комнаты. В назначенное время вам придет видеозвонок, который необходимо принять и подключиться к режиму видеоконференции. Мы видим, что к нам поступил видеозвонок от администратора. Это значит, что нас приглашают войти в данную конференцию. Нажимаем кнопку «Принять». Здесь нам программа предлагает подключиться с видео или подключиться без видео. Учитывая то, что визуальная идентификация также является очень важной, нажимаем «Подключиться с видео». Далее нам программа говорит, что наш запрос на подключение отправлен к администратору, и администратор должен у себя принять, согласиться с вашим участием в этой конференции. Администратор нажимает кнопку «Принять», и таким образом вы попадаете в конференцию совместно с другими уже принятыми участниками. На данном видео сейчас у меня отображается видео второго профиля. Это я подключил свой телефон. В реальной работе здесь будет изображение администратора, либо изображение того лица, кто будет руководить конференцией. А на верхнем экране вы видите, что изображено небольшое окошко. В данном окошке будет видно вас. Вы можете переключить вид окон. Например, если вы хотите видеть себя на большом экране, вы должны два раза на него нажать на щелчок, и, соответственно, вид экрана меняется. Либо можно опять вернуть вид администратора, либо другого лица, которого вы хотите. В данном случае сейчас два участника подключено, но если будет больше, например, 100 участников, то здесь будет 100, соответственно, видеоокон, в каждом из которых будет участник. Вы также можете менять расположение окон на любое удобное для вас, нажимая на кнопку «Вид галерей», которая располагается в верхнем правом углу. Вы видите, что есть возможность переключить на двухрамочное отображение, когда видно и вас, и видно докладчика, который в данный момент является основным. Либо вернуть на исходное состояние. Давайте немного разберемся, какие клавиши управления у нас есть на рабочем столе. Итак, мы видим, что снизу у нас есть несколько кнопок, каждая из которых позволяет нам включать или отключать какую-либо функцию. Самая первая кнопка слева – это кнопка включения или отключения звука. Если она у нас перечеркнута, это значит, то, что мы сейчас говорим, не слышно остальным участникам. Соответственно, если мы хотим, чтобы нас слышали, необходимо нажать на кнопку, и, соответственно, вы видите, что перечеркнутый значок убран, и более того, видно уровень нашего голоса, соответственно, изменением зеленой амплитуды, зеленого изображения. Соответственно, еще раз нажимаем. Таким образом мы отключили наш звук. То же самое и с видео. В данный момент у нас, получается, транслируется наше видео, но так как у меня видеокамеры нет, получается черный экран. Если я не хочу, чтобы меня никто видел, я нажимаю «Перечеркнуть», и вы видите, что вместо теперь изображения будет указано ваше имя и фамилия. То есть участники также будут понимать, что вы находитесь в онлайне, но вы отключили свое видео. Если же по каким-то причинам ваш звук или ваш уровень записи кажется вам недостаточным, или вы не слышите, вы можете зайти на левую клавишу, нажать кнопку под меню и выбрать «Настройки звука». В данном случае мы видим, что здесь есть возможность выбрать другой источник звука или же выбрать другой источник микрофона. Например, если у вас есть встроенный микрофон, есть микрофон, который у вас в видеокамере и так далее, вы можете их выбирать. Соответственно, у меня здесь все настроено. Оставляем как есть. Следующая кнопка – это кнопка «Участники». При ее нажатии с правой стороны у нас появляется дополнительное окно, в котором мы можем видеть всех подключенных на данный момент участников. Как я уже говорил, сейчас подключено два тестовых участника. «Я и мой второй аккаунт». Соответственно, когда здесь будет 30 и более человек, будет заполнено 30 и более строк. Нижняя часть этого дополнительного окна – это кнопки визуальной демонстрации собственных каких-то эмоций, собственных решений, в том числе удобные для голосования, для проведения голосования. На них мы остановимся чуть подробнее попозже. Вы также видите, что внизу в данном подменю продублирована кнопка «Выключить или отключить свой звук» для удобства. И вторая кнопка – это «Пригласить». Она позволяет вам дополнительно включить людей, которые, на ваш взгляд, на данный момент не зашли в систему, администратор по каким-то причинам их не пригласил. То есть, если вы нажимаете «Открыть», вам включается, значит, поле «Контакты», где вы можете найти дополнительных участников, которые предварительно были включены согласно утвержденным спискам. Итак, вернемся к этим клавишам. здесь представлено у нас порядка 9 пиктограмм, которыми мы можем демонстрировать в том числе и свои решения по тем или иным вопросам в процессе голосования. Делается это следующим образом. Участник, который у нас является лидирующим, то есть, который руководит проведением мероприятия, задает определенные вопросы, то есть, ставит на повестку дня голосования вопросы. И наша задача, соответственно, на них отреагировать таким образом. То есть, если мы голосуем «Да», хотим проголосовать с значением «Да», мы нажимаем данную кнопочку, видите, у нас контекстное меню «Да» указывается. Если же мы хотим проголосовать «Нет», мы ставим белый крестик в красном кружке, соответственно, кнопка «Нет». Вы видите, при нажатии этих пиктограмм напротив нашего профиля появляется изображение этой пиктограммы. Вот мы нажали «Нет», соответственно, напротив нас высветилось соответствующее окошко. Если мы нажимаем «Да», то соответствующее окошко, значит, соответствующий значок также высвечивается. То же самое касается и других участников. То есть, каждый участник может проголосовать, выбрав либо ответ «Да», либо ответ «Нет», либо ответ «Воздержался», предлагается «Воздержался» обозначать значком «Чашечка». То есть, вот нажимаем дополнительно, выбираем чашечку и указываем. Если же «Да» или «Нет», то, соответственно, как я сказал, данные значки выбираем. Если мы говорим про работу с сотового телефона, со смартфона, то примерно такая же ситуация, примерно такой же порядок управления и на смартфоне. Сейчас я вам его продемонстрирую. Итак, перед вами окно интерфейс мобильного приложения программы Zoom. Вы видите примерно те же самые кнопки и есть кнопка «Участники». Вот данная кнопка. Соответственно, если мы на данную кнопку нажимаем, у нас появляется то же самое меню с участниками, в котором есть возможность. Нажимаем на кнопку «Участники» и мы видим, что у нас также здесь есть внизу кнопки управления, в том числе наши необходимые кнопки «Да», «Нет». Если мы нажмем «Подробнее», то будет кружечка кофе, которая в нашем случае будет отображать «Воздержался». То есть ответ, который мы планируем дать, нажимаем либо зеленый значок, либо красный, либо чашечку. Еще одна кнопка, про которую нужно рассказать, это кнопка «Запись». Она позволяет каждому участнику удаленно проводить запись проходящего режима видеоконференции и в дальнейшем сохранять это на свой компьютер и пересматривать. Для того, чтобы провести запись, необходимо нажать на кнопку «Запись». Причем вы не попадете в режим записи, вы таким образом запросите у администратора право на проведение записи. И последнее, о чем необходимо сказать, это возможность демонстрации своих материалов. Это могут быть презентации, текстовые какие-то файлы и так далее. Для всех участников. Для того, чтобы это сделать, например, если вам предоставили слово у вас в повестке дня выступление и отчет, и вам необходимо показать свою демонстрацию, свою видеопрезентацию, необходимо нажать на кнопку «Демонстрация экрана», и мы видим, здесь открывается список файлов, которые на данный момент включены у вас на компьютере. Здесь важно подчеркнуть, что в режиме демонстрации экрана можно работать только с теми файлами, которые были предварительно включены и находятся в активном режиме в компьютере. То есть, если какие-то файлы вы хотите показать, вы должны их выбрать, включить и свернуть в трейд, чтобы они вам не мешали до момента, пока вы это будете показывать. Итак, чтобы показать презентацию, например, мы подготовили вот эту презентацию, она у нас включена, необходимо на нее нажать, и нажимаем «Совместное использование». Теперь мы находимся в режиме демонстрации экрана, это значит, что все, что сейчас у нас происходит на нашем компьютере, видят остальные участники. Таким образом, если мы листаем документ, то остальные участники тоже видят, что он листается. Если мы хотим провести презентацию в полноэкранном режиме, мы нажимаем клавишу, мы заходим, точнее, извините, в меню данной программы, нажимаем «Слайд-шоу» и у нас получается пошла презентация, которую видят одновременно все участники. Если мы хотим завершить нашу презентацию, мы нажимаем кнопку «Остановить демонстрацию», вот она красным у нас выделена и находится постоянно в верхней части экрана посередине. То есть нажимаем «Остановить» и возвращаемся к первоначальному меню, то есть к первоначальному виду, когда видно вас и ваших участников. В принципе, это основные моменты работы с программой Zoom. Дополнительные функции и информацию о дополнительных функциях вы можете узнать, обратившись в службу техподдержки. Ну и разумеется, после того, как вы завершили работу свою в видеоконференции, необходимо нажать кнопку «Выйти» и подтвердить. «Выйти» 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 «Выйти»